Здравствуйте! В студии Маргарита Кальц. Россия заявила об отводе своих войск от границ с Украиной. Знак миролюбивости или уступка Москвы? Об этом сразу после новостей. Берлин с осторожностью отнесся к заявлениям Кремля об отводе российских войск от границы с Украиной. По словам официального представителя правительства Германии Штефана Зайберта, Россия уже неоднократно делала подобные заявления перед важными международными конференциями. На этот раз в ноябре состоится саммит G20, а потом не выполняла обещания. Также в понедельник стало известно, что германо-российский форум «Петербургский диалог» должен был состояться в конце октября в Сочи, отменен и перенесен на неопределенный срок. Турция опровергла сообщение о том, что США в ближайшее время смогут использовать ее авиабазы для борьбы с группировкой «Исламское государство». В частности, речь шла о базировании на турецких аэродромах авиации США. Анкара и Вашингтон пока еще находятся в стадии переговоров. Вместе с тем, Турция исключила свое военное вмешательство в борьбу с исламистами в Сирии. В центре Гонконга произошли столкновения протестующих с неизвестными людьми в масках. В понедельник они атаковали заграждения на территории правительственного квартала. Демонстранты оказали им сопротивление. Эво Моралес, действующий президент Боливии, объявил себя победителем выборов на пост главы государства, которые прошли в минувшее воскресенье. По данным Экзитполов, Моралес набрал 60% голосов избирателей. Его главный соперник, предприниматель Самуэль Дария Медина, получил 25%. Лауреатом Нобелевской премии по экономике за 2014 год стал французский ученый Жан Тироль. Он получил награду за анализ рыночной власти и регулирование тех отраслей, в которых доминируют монополии и картели. Россия выводит более 17,5 тысяч своих военнослужащих из пограничных районов с Украиной. Соответствующее распоряжение дал в минувшую субботу президент России Владимир Путин, после того, как ему доложили о завершении учений на полигонах Южного военного округа. В НАТО данных об отводе российских войск пока не получали, но заявили, что будут за этим следить. Оппозиционный Борис Немцов сразу после распоряжения Владимира Путина написал в Фейсбуке, что проект Новороссия закрыт. Официальный Киев пока никак не отреагировал на новые заявления российской стороны об отводе войск. Как мы уже узнали из новостей, в ведомстве канцлера ФРГ к решению Москвы отнеслись весьма сдержанно. А вот уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией Гернат Эрлер в понедельник в интервью газете «Нояс на Брюкерцайтунг» в частности заявил. Это важный шаг в правильном направлении. Он свидетельствует, что Россия не хочет еще больше обострять конфликт с Западом. Это было мнение политика. А как расценили немецкие эксперты решения Владимира Путина? Сейчас на связи со студией Ханс Хеннинг Шрёдер, эксперт по Восточной Европе. До недавнего времени он возглавлял группу по России в Фонде науки и политики, который консультирует правительство ФРГ. Господин Шрёдер, добрый день. На Западе верят в то, что Кремль действительно отводит российские войска от границы с Украиной? Добрый день. Я исхожу из того, что заявление Путина об окончании учения, о том, что войска возвращаются в казармы, будет реализовано. Это может разрядить обстановку, ведь российское давление на украинской границе спадет. Если войска будут отведены, что произойдет с конфликтом? Он будет заморожен, и это приведет к деэскалации, или, возможно, какой-то третий вариант развития событий? Нужно исходить из того, что эти войска, а это регулярные войска российской армии, действительно вернутся в свои казармы в места постоянной дислокации. Однако до сих пор не решена проблема поддержки сепаратистов, которую оказывает Россия. Заявление об отводе российских войск не имеет к этому никакого отношения. У России есть возможность усилить или, наоборот, уменьшить свое военное давление. У Украины вообще нет никакой свободы действий, ей приходится делать то, что ей говорят. А ЕС и США в каждом случае самостоятельно могут принимать дальнейшие решения о санкциях, исходя из результатов переговоров. Если удастся добиться удовлетворительного решения, санкции, конечно же, будут отменены. Если же все будет продолжаться по-прежнему, у России через какое-то время возникнут экономические трудности. Вопрос заключается в том, чтобы найти компромисс, который был бы приемлем для обеих сторон. Украина, конечно, хочет восстановить контроль над востоком страны и в какой-либо форме сохранить суверенитет. Сепаратисты хотят это предотвратить, Россия их в этом поддерживает. В этом, по сути, и заключается конфликт интересов. Чем все это закончится, пока не ясно. Но я предполагаю, что восток Украины будет напоминать Приднестровье или Южную Осетию. То есть это будет новый замороженный конфликт в регионе. И это нехорошо. Отвод войск был одним из главных требований Запада к России. Вы сами только что упомянули санкции против Москвы. Стоит ли теперь ожидать хотя бы их частичной отмены? Ну, ответные санкции, которые ввела Россия, воспринимать всерьез невозможно. Ведь они направлены по большей части против самой России. На Западе от них пострадало небольшое число фермеров. Но экономика в целом их, можно сказать, не ощутила. Санкции же, введенные Западом, будут ослаблены, как только дело дойдет до четких договоренностей. И этому конфликту будет положен конец. Путин дал сигнал, что намерен двигаться в этом направлении. Но санкции отменят лишь тогда, когда будут достигнуты реальные результаты. Спасибо, господин Шрёдер. На связи со студией был немецкий эксперт по восточной Европе Ханс Хеннинг Шрёдер. Спешить с выводами по поводу заявления Кремля не стали и немецкие журналисты. Московский корреспондент телеканала АРД Биргит Верних считает, что пока рано говорить о начале масштабного отвода российских войск от украинской границы. И о том, что решение Путина – поворотный пункт в украинском кризисе. Журналистка уверена, что Путин ищет точки соприкосновения с Западом, поскольку хочет принять участие в саммите Большой Двадцатки, который состоится в ноябре. Сигнал Путина и убитой на Украине. Так назывался в комментарии Уве Вестдёрп на сайте издания Noe Asnabrücker Zeitung. Автор предостерегает от завышенных ожиданий, но приветствует любой сигнал, который ведет к разрядке ситуации. По мнению публициста, до долгосрочного урегулирования конфликта между сепаратистами, которых поддерживает Россия, и украинским правительством еще далеко, ведь для этого еще даже не найден формат переговоров, не говоря уже о повестке дня, подводит итог Вестдёрп. Михаил Штюрмер на сайте издания Welt пишет. Подводить заключительные итоги рано, но европейцы очнулись от грез. У НАТО снова появился объединяющий принцип, продолжает журналист и добавляет. Даже в Берлине зреет понимание того, что нельзя вечно пребывать в слишком легкой весовой категории. Путин преподал Западу урок реальной политики. И, возможно, и сам чему-то научился, заключает Штюрмер. О том, как будут развиваться события, смотрите в Геофакторе завтра на сайте Дочи Вели и на Дожде. У меня все на сегодня. Всего вам доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин